Информационные технологии Это один из ключевых факторов, которые помогают раскрыть потенциал инновационного развития страны. Технология является краеугольным камнем для любого рода бизнеса. И те компании, которые понимают стратегический потенциал информационных новшеств, могут эффективно интегрировать ее во все аспекты деятельности. Сегодня активную работу по цифровизации проводят и государственные органы. Президент Касымжум Артукаев подчеркнул, что это является важным фактором эффективности системы государственного управления. Помимо развития инфраструктуры электронного правительства, нужно также сфокусироваться на дальнейшей цифровизации представительной ветви власти. Электронный парламент и масляхаты всех уровней способны значительно укрепить доверие общества к власти. Одним из базовых условий результативности проводимых реформ является наличие полных и достоверных данных. Цифровизация экономики охватывает практически все страны мира, которые разрабатывают свои соответствующие программы. Этой политики придерживается и Казахстан. Переход на цифру, защита базы данных и персональных сведений – вопрос национальной безопасности страны. Сегодня в Казахстане реализуется национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». Главная цель – становление Казахстана современной страной с эффективным государственным управлением за счет цифровой трансформации, обеспечении эффективного и безопасного использования инфраструктуры в цифровую эпоху. Это приоритет национального уровня. Дигитализация уже стала предоставительной фактор для компетитивности в целом странах и регионах. В 2025 году, рынок глобальной технологии глобальной технологии предоставлено увеличение 50% до 6,8 триллиона долларов. В этом году, в Казахстане, в Казахстане, мы понимаем, что важен цифровой трансформации цифровой трансформации. В Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, мы отметим, что стремление в странах и авторитетных изделий. Казахстан уже занимает 20 место по скорости цифровизации и входит в группу наиболее перспективных стран для развития цифрового благополучия. Процесс оцифровки всех государственных услуг значительно сократил бюрократию при оформлении документов, выдаче справок, регистрации бизнеса, а также взноса платежей. Теперь казахстанцы, не выходя из дома или находясь на работе, могут пользоваться всеми услугами с помощью смартфонов. Возможности цифровой эпохи позволяют гражданам нашей страны больше не носить с собой документы, удостоверяющие личность, на бумажных носителях. Стоит отметить, что это сыграло большую роль в электоральные периоды. Здравствуйте. У меня электронное удостоверение. С ним можно тоже проголосовать, правильно я говорю? Знаю я. По телевизору показывали. Да, все верно. Согласно закону о документах, удостоверяющих личность, цифровые документы являются равнозначными документам на бумажном носителе. Они проверяются путем QR-кода или коротким кодом. Вы можете показать нам свое удостоверение через банковское приложение или Егоф Мобайл. Надо же, интересно, а главное, удобно. Цифровая экономика мира растет быстрыми темпами. Ключевой задачей является автоматизация всех процессов каждой отрасли. Эти меры будут способствовать повышению конкурентоспособности предприятий, качества жизни населения и страны в целом. Проголос Тыleh까? Цифровой технологической изменять Интернет-промышленные компании относят автоматизацию и цифровизацию своего рабочего процесса к приоритетным задачам. Оно и понятно, сегодня это напрямую влияет на производительность, что позволяет им быть в лидерах на казахстанском рынке, а также конкурировать на международном уровне. Такие компании активно инвестируют в информационные технологии, которые поддерживают их бизнес-цели и помогают создать единую экосистему, объединяющую человеческие ресурсы, информацию и процессы. У нас сейчас идет полный процесс автоматизации, цифровизации нашей компании с использованием всех новых технологий, начиная с GPS-трекера, видеорегистрации, спутниковые данные. И у нас даже сейчас слив ГСМ невозможно без контроля. У нас идет контроль и у нас есть диспетчерское управление. Человек поступает на смену, с этого момента у человека полностью, каждая минута контролируется, как он работает и чем он занимается. Вот многие думают, что это для контроля. Нет, это делается для безопасности людей. В рамках цифровизации георазведки был реализован проект диспетчерского центра «Казахмазбарлав» на производственной базе в городе Караганда. На текущий день диспетчерский центр оснащен комплексом системы мониторинга и управления. Также система оснащена сборой и обработкой данных. Соответственно, диспетчер в реальном времени контролирует скоростной режим, контролирует местоположение, контролирует эксплуатацию транспортных средств, в том числе и буровых установок. На сегодняшний день наши транспортные средства и буровые установки оснащены системой мониторинга, а также системой видеорегистраторов, видеонаблюдения для того, чтобы обеспечить безопасность, непрерывность производства. Мы живем в уникальное время, в эпоху, когда кардинальные технологические изменения происходят на наших глазах. Мы уже не просто используем технологии, мы живем ими. То, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня уже является нашей реальностью, становится естественным явлением, без которого мы не представляем себе жизнь. Каждый этап развития сопровождается научными открытиями и внедрением новых технологий, которые радикальным образом меняют производство, бизнес, профессии и навыки. Развитию цифровизации в стране уделяется большое внимание. Президент Касымжом Артукаев в послании 1 сентября текущего года подчеркнул роль венчурного финансирования в запуске инновационных проектов и выразил необходимость в решении всех правовых и финансовых вопросов, чтобы привлечь интерес к инновационным проектам как со стороны отечественных, так и иностранных инвесторов. Глава государства также отметил важность расширения инновационной экосистемы на региональном уровне, создавая условия для развития талантливых и креативных граждан по всей стране. Новая задача правительства – довести экспорт IT-услуг до 1 миллиарда долларов. Этому будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями. Правительство надлежит внести детальные предложения по этому вопросу. Редактор субтитров А.Семкин Что касается подготовки специалистов, сегодня IT-факультеты пользуются особым спросом. Практически во всех регионах Казахстана действуют IT-хабы. К примеру, в августе этого года глава государства посетил региональный IT-хаб, созданный на базе Павлодарского колледжа информационных технологий. Здесь будущие специалисты получают актуальные знания в области IT-рынка, находят бизнес-партнеров. В целях профориентации на базе IT-хаба организованы курсы для школьников города по направлениям робототехника, графический дизайн, 3D-прототипирование. А для взрослого населения действуют курсы компьютерной грамотности. Наша компания занимается виртуальной дополнительной реальностью. Нами реализовано множество успешных проектов, в том числе образовательные программы для обслуживания электромобилей Тесла, Ауди, Польсваген, Порше. На данный момент мы совместно IT-колледжем и Сапаев-юниверситет создаем в рамках программы Цифровой ВУЗ одну из самых больших виртуальных лабораторий в мире по техническим специальностям, куда будут подключены республиканские вузы и, думаю, зарубежные в том числе. Хорошо, амбиции здоровые. Нормально, я считаю, действительно. Если уж работать, то надо работать с большим размахом. В целом, конечно же, будущее нашей страны в значительной степени, если не сказать в решающей степени, зависит от уровня развития высоких технологий в нашей стране. Смотрите, только в одной Павлодарской области сколько талантливых молодых людей я вижу. Поэтому мы не имеем сомнений, что мы несете большую вклад в развитие нашей экономики в целом нашего государства. Интересно, что, несмотря на высокие темпы развития технологий и повышение их доступности, в мире сохраняется неравенство между странами по использованию цифровых продуктов. Отмечают это, кстати, и эксперты Организации Объединенных Наций. Страны региона Северной и Центральной Азии играют ведущую роль в региональном сотрудничестве в области цифровой связи. Я бы хотела отметить активную роль Казахстана в продвижении цифровой трансформации. Все мы понимаем, что массовому внедрению цифровых технологий придала дополнительный импульс – пандемия COVID-19. Следовательно, цифровые технологии быстро захватили все больше аспектов нашей жизни. В то же время пандемия расширила и углубила цифровой разрыв как между странами, так и внутри них. Это усилило круг экономического неравенства. Следовательно, Организация Объединенных Наций назвала цифровую пропасть новой фазой неравенства. Отсутствие базовой цифровой инфраструктуры, адекватных инвестиций, доступности по цене были ключевыми и сдерживающими факторами развития цифровых технологий для многих стран Центрально-Азиатского региона. Ранее в этом году комиссия приняла Бангкокскую декларацию об общей повестке дня по продвижению устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Надеемся, что это позволит укрепить многостороннее партнерство в области развития инновационных цифровых технологий. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности отмечают, государственная политика направлена на интенсивное развитие инновационной экосистемы. Это включает в себя меры по улучшению качества человеческого капитала, созданию IT-инфраструктуры и венчурных фондов, привлечению зарубежных технологических компаний и формированию благоприятных условий для местных стартапов. В рамках программы Техорда мы рассмотрели возможность обучения в передовых частных IT-школах по ваучерной системе для казахстанцев, желающих освоить профессию. В рамках этого проекта гражданам дают возможность изменить свою судьбу, а также сменить свое профессиональное направление. К примеру, в настоящее время по программе 2000 человек освоили IT-профессию и получили возможность трудоустройства с зарплатой 500 тысяч тенге. При этом глава профильного ведомства Багдад Мусин подчеркнул, сотрудничество с международными партнерами также окажет положительное влияние на развитие человеческого капитала страны. В Казахстане начали работу по внедрению соответствующих стандартов качества для IT-факультетов. Совместно с Министерством науки и высшего образования будет проведен соответствующий аудит факультетов в региональных учебных заведениях. Всего же в стране насчитывается свыше 16 тысяч IT-компаний. При этом в этой сфере работают более 180 тысяч специалистов. Глава государства поставил цель довести IT-экспорт до 1 миллиарда долларов к 2026 году. В прошлом году объем экспорта IT вырос в 5 раз и составил 334 миллиона долларов, в том числе 153 миллиона долларов участниками Астана Хаб. Это показатель того, что наши цифровые продукты конкурентоспособны на международной арене. В последние годы Казахстан сделал заметный рывок в развитии IT-сектора. Привлекаются крупные мировые компании и инвесторы. Создаются благоприятные условия для местных стартапов. Только за три года экспорт IT-услуг увеличился в 5 раз. По итогам текущего года он может достичь 500 миллионов долларов. Основными драйверами в достижении данной задачи должны стать IT-хабы и венчурные фонды. Нам нужны высококвалифицированные специалисты в IT-отрасли. Необходимо и дальше развивать образовательные программы, привлекать для этого крупный бизнес. Мировые тренды быстро меняются. Так на сегодняшний день активно развиваются нейросети с искусственным интеллектом. Уже сегодня многие из них не только генерируют тексты, создают изображения, но и пишут программы в несколько раз быстрее людей. Согласно исследованиям McKinsey, уже к 30-му году большинство рутинных операций возьмёт на себя искусственный интеллект. Вы знаете, я уделяю повышенное внимание вопросам цифровизации и внедрения инноваций. Перед нами стоит стратегическая важная задача – превратить Казахстан в IT-страну. Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются. Мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтека. Наша страна может стать площадкой для продажи вычислительных мощностей глобальным игрокам. Поэтому необходимо создать самые привлекательные условия, включая преференции для привлечения инвестиций в строительство крупных дата-центров и продвижение казахстанских интересов в сфере хранения и обработки данных. Пришло время на законодательном уровне закрепить руководящие принципы цифровизации. Прошу правительства, экспертное сообщество, депутатов парламента заняться подготовкой целостного отраслевого документа. Происходят технологические прорывы в самых различных областях. От расшифровки информации, записанной в человеческих генах, до нанотехнологий. От возобновляемых энергоресурсов до квантовых вычислений. Эпоха цифровизации необратимо изменила нашу жизнь. Мы покупаем товары и услуги в интернете и офлайн. Общаемся и используем информацию. Цифровизация делает все эти процессы более простыми. Сегодня эта отрасль так или иначе трансформирует развитие экономики в целом. Цифровая революция открывает большие возможности для развития технологий. Средств массовой информации и телекоммуникации. И Казахстан ставит перед собой амбициозную цель. Стать одним из крупнейших цифровых хабов Евразии.